Ассаламу алейкум, друзья. Давно мы с вами не виделись. И вот сегодня я выбрал тебя в лес, чтобы приготовить вкусную яичницу, шапшуку. Или шапшуку. Не знаю как, но будет очень вкусно. Сегодня идёт небольшой дождик, так что будет интересно. Молитесь, друзья, чтобы больше таких пауз у меня не было. И ещё много отдыхаю я, поэтому чем чаще мы общаемся, тем лучше для нас всех. Это блюдо называется шапшука. В Тунисе оно считается одним из символов национальной кухни, наряду с тунисским кускусом и бриком. Это яйца в соусе из помидоров, лука, болгарского перца и специй. Слово шапшука присутствует в египетском, ливийском, тунисском диалектах арабского языка. Оно переводится как смесь. Кчитается, что это слово пришло в арабские диалекты из берберского языка. Есть ещё одно интересное слово, которое может пролить свет на происхождение названия блюда. Это слово шек-шек, обозначающее трясти. Это слово есть в египетском, тунисском, арабском, берберском языках и в иврите, что явно указывает нам на туническое происхождение этого слова. Вероятно, подобное блюдо на завтрак ели в древнем Карфагене. В современных Тунисе и Алжире популярен самый простой вариант шапшуки из яиц, помидоров, лука и специй. Шапшуку едят с хлебом, которым собирают оставшийся соус. Парадоксально, но факт. Яйца в шапшуке не являются обязательным ингредиентом. Суть этого блюда именно в соусе, в котором готовят сосиски, кусочки картофеля или бобовые. Яйца в этом случае могут не добавлять, и блюдо всё равно будет называться шапшукой. Иногда лук не используют, а заменяют его на чеснок. Но в данном случае мы выбрали классический рецепт с использованием лука и чеснока. В 80-х годах с волной эмиграции шапшука попало в США, где стало весьма популярным блюдом на завтрак. Интересный факт, что большинство американцев считает это блюдо чисто еврейским. Даже не догадываются о его происхождении из Туниса. Главное правило для туристов – ешьте шапшуку аккуратно, чтобы не испачкаться. На отдыхе рядом нет стиральной машины. Запас у отдыхающего одежды ограничен, а томатный соус очень сложно актируется. Она отличается от любимой всеми русской яичницы с колбасой. Главное отличие в том, что у нашей яичницы главную роль играют яйца. В шапшуке же тот томатный соус, в котором она готовится. Шапшука – это просто, а самое главное – вкусно. Мелко нарезать болгарский перец. В идеале его предварительно следует жечь на огне или запечь в духовке и почистить от кожуры. И отправить его к луку. Через 5 минут добавить нарезанный чеснок, добавить специи. Тушить еще 5 минут, постоянно помешивая. Теперь о помидорах. Нам нужны темно-красные, налитые соком, а не розовые с зеленым бочком. И, конечно, лучше брать плоды, выращенные на грядке. У тепличных сортов совсем нет аромата. А настоящий помидор должен пахнуть пряно зеленью и землей. Теперь мы добавим помидоры. И будем готовить на среднем огне 10 минут, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Посолите по вкусу, если слишком кисло, добавьте щепотку сахара. Добавляю немного томатной пасты и перемешиваю. Добавляем наши специи. Соль, перец, сира, паприка. Теперь самое интересное. Разбиваем яйца в заранее приготовленном углублении в шокшуке. И накрываем крышкой или оставляем так, как есть. Да-да, на тарелке шокшуку подавать не принято. Так же, как и не принято есть ее вилкой или ложкой. Только руками, прямо со сковородки. Каждый раз макая кусочек хлеба, то в алый томатный соус, то в огненно-желтый желток яйца. Пока сковородка не заблестит от чистоты, а улыбка не растянется до ушей. И да, мой вам совет. Помните, что осенью должны падать листья, а не ваше настроение. Подписываемся на канал, пишем комментарии и обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!